Посмотрите, на этих кадрах, снятых с вертолёта над полуостровом Ямал, огромная дыра с идеально круглыми краями. Стены внутри ровные, грунт вокруг, словно от взрыва, выброшен наружу. Что это? Загадочное природное явление? Первый предвестник надвигающегося апокалипсиса? Или результат испытания неведомой силы оружия? На этих кадрах видно, что края гигантской воронки более тёмного цвета, чем почва. Это, по мнению учёных, свидетельство воздействия высокой температуры. Но самое невероятное – размеры этого уходящего в неизвестность туннеля. Он просто циклопический. Туда может влететь одновременно целая вертолётная эскадрилья. Какая неведомая сила скрывалась под землёй и теперь вырвалась на свободу? Что думают по этому поводу учёные? Самый большой вопрос был вообще, в принципе, и для меня – это то, что объём отверстия примерно в 10 раз больше объёма бруствера, который снаружи. То есть того материала, который оттуда выбросился, в 10 раз меньше, чем отверстия. Куда делалось остальное? Это нестыковка. И зловещий вид самой дыры породили массу предположений. Ничего подобного никто нигде раньше не видел. Чем это может быть? Как появляются туннели к центру Земли? Это какой-то разум. Это техногенная выработка. И кто догнал Челябинский метеорит? Это могут быть артефакты условно-допотопных цивилизаций. Вот как выглядят карстовые провалы. Ни один из них не имеет настолько гладких стен. Даже газовый кратер, известный как «Врата Ада», не идеально ровный. Более того, ни одна карстовая воронка не даёт вывол Земли. Всё проваливается внутрь. Небольшие брустверы есть у метеоритных кратеров, среди которых известны совсем гигантские. Однако и они не бывают правильной круглой формы. Плоские стены, казалось бы, которые при использовании нашей технологии, например, оставили бы обрезанные корни деревьев или травы, там корешки остались целы. То есть масса нюансов, которые говорят о том, что это техногенная, за этим стоит какой-то разум, это техногенная выработка. Что такое ямальская дыра и насколько она опасна? Во-первых, на полуострове Ямал залегает почти четверть всех российских запасов природного газа, а дыра оказалась всего в 30 километрах от крупнейшего месторождения голубого топлива. Выяснить, не грозят ли странные дыры добычи газа, сразу распорядился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. К месту происшествия сразу вылетели столичные специалисты, ученые из Института криосферы Земли. Первый вопрос, на который они должны были ответить, мог ли это быть взрыв газа, вызванный нарушением технологии добычи? Или это неизученные свойства недр? Там мерзлота кругом и на глубину минимум метров 300. И при температуре градусов, ну, минус 4, наверное. А здесь в песке и глине предположить, что сквозь мерзлоту с глубины пройдет разлом, для этого должен быть подземный ядерный взрыв, наверное. Там же все сгорит просто. Поэтому я думаю, что вина газовиков, которые добывают газ на Бываненково, она вряд ли здесь может какую-то роль сыграть. Первая версия к облегчению властей не подтвердилась. Более того, газета «Челябинский Вестник» с официальной ссылкой на газовиков сообщила, работ, связанных с подрывом мощных зарядов, там не проводили. Но если не подрыв, то что же? Эксперты опросили местных жителей. Они могли быть очевидцами образования странной дыры. Их рассказы заставили ученых задуматься и встревожиться. Все это было очень странно. Оленеводы сообщили, перед тем, как появилась дыра, они наблюдали сильное свечение в ооносфере, как при северном сиянии, но гораздо ярче. И оно не походило на инверсионный след, а было распределено в небе. Следующая загадка – это расстояние выброса почвы. Земля отлетела на расстояние 120 метров от края. Значит, точно был взрыв. Только вот какой – техногенной или природной? Версию о подземных шахтах РВСН пришлось отместить. Их там просто нет. Могли что-то там такое неудачное разместить, подземное, например, сооружение, которое грохнуло. Никаких следов деятельности человека там в окрестностях не оказалось. Ни подъезда какого-нибудь транспорта, ни тем более произведения каких-то серьезных работ. Пока мир гадал, что за дьявольское нечто вылезло из недр Сибири и куда делось, стало известно о новых дырах. Одна – на побережье Карского моря. Другую нашли оленеводы села Антипаюта, что тоже на Ямале. Она похожа на Баваненковскую, но в диаметре всего 15 метров. Местные жители рассказали, что осенью видели в том районе летящее небесное тело круглой формы, а также рассказали о дыме, пелене и яркой вспышке. Еще один провал земной поверхности чуть ранее произошел в Красноярском крае. Местный охотник сделал несколько снимков на ее фоне. Что же думают ученые? У Марины Лейбан есть версия. Она не уверена до конца, но похоже на то, если бы вечная мерзлота начала таять из-за аномальной теплой погоды, это могло продолжаться несколько лет, начиная, например, с 2010-го. Это потепление дошло до той глубины, на которой больше всего было льда, газа во льду, мерзлых пород, в которых была высокая пористость, там тоже содержался этот газ. И он вследствие потепления каким-то образом скопился, и поскольку он вниз и вбок выйти не может, он может выйти только вверх, туда, где свободное пространство. Как потрясли бутылку шампанга. Природный взрыв газа. Эта научная версия не объясняет самого главного. Идеальной формы гладких стен туннеля и рассказов местных жителей, точнее всего мнение ученых, выразил клуб исследователей Таймыра. Версии происхождения воронки нет, но совершенно точно, что оно не природное, но и не дело рук человеческих. А что тогда остается? Чертовщина? Пришельцы? Гномики? Обитатели полой земли? Директор исследовательского центра при Академии национальной безопасности Валерий Уваров выдвигает иную оригинальную версию. По его мнению, процесс образования Ямальской дыры очень схож с тем, что происходило во время падения Тунгусского метеорита. Я столкнулся с подобного рода отверстиями в земле, когда занимался исследованием Тунгусского взрыва. Потому что там, в районе Тунгусского взрыва, было обнаружено достаточно много ям, имеющих аномальную глубину и аномальную форму. Только разгадка той тайны, как наверняка и сегодняшней, лежит в показаниях очевидцев. Ученые их отметают, считая ерундой. Но оленевод придумать такое не в состоянии. Вот хронология событий Тунгусского взрыва со слов местных жителей. Утром 30 июня 1908 года жители Якутии услышали, как заскрижетала земля. Небо странно засветилось, как и летом этого года на Ямале. Потом с земли поднялись огненные шары. Они собрались вместе и устремились в одну точку, навстречу огромному камню, летящему с неба. Эта картина восстановлена с рисунков ученых начала 20 века, которые первыми собирали данные. Потом еще один огненный шар добил метеорит перед самой землей. И ничего не осталось от камня. Сегодня это место известно как Тунгусский кратер. Но что это за огненные шары и почему скрижетала земля? Описание очевидцев от того же Тунгусского, не только Тунгусского, но и Витимского события. Всегда присутствует некое космическое тело, которое летит по небу. И за какое-то время до появления этого объекта на определенной территории появляется свечение. И затем из-под земли вырывается вот этот огненный шар. Древний якутский эпос Алонха говорит, в незапамятные времена заскрипела земля и поднялся небывалой силы ураган. Затем местные жители увидели в тундре высокий железный дом. Он постепенно уходил под землю. Иногда земля тряслась, искрижетала, и из железного дома вылетал ослепительный шар. Он улетал за горизонт и там взрывался. Тунгусы прозвали его Нюргунбоутур, огненный удаленц. Железный дом был не один. Спустя века все они ушли под землю. Остались видны лишь круглые выпуклые крышки. Тунгусы прозвали их Олгуи, то есть котлы. Эти Олгуи не один десяток лет будоражат воображение исследователей. Что это такое? Потерпевший крушение корабль пришельца? Инопланетное оружие? Может ли оно до сих пор там лежать? Есть какие-то похожие на котлы, возможно, металлические сооружения, выступающие из недр земли, из вечной мерзлоты. Похожие на котлы. Какие-то котлы перевернуты, какие-то нет, ну то есть какие-то как бы крышки. Поэтому мы предположили, что это могут быть артефакты условно допотопных цивилизаций. За последнее время в Якутию в поисках котлов было несколько экспедиций. Одну организовала московская команда исследователей аномального Нямам. Другую – чешские охотники за приключениями. Что интересно, и те, и другие загадочные котлы практически нашли. Здесь оно опускается вниз, понимаешь? Как будто уходит вниз, все дальше и дальше. Оно имеет гладкую структуру, там находится вход, там имеется отверстие, винтовая лестница. Мы увидели какие-то странные округлые сопочки, такие же, что-то округлое, тоже похожее с воздуха на котлы. И предположили, что из этого места время от времени вырываются такие огненные богатыри. Более того, вполне возможно, что огненные шары вырываются из-под земли и сегодня. Кто изрешетил Сатурн? Это огромный веихрь, в центр которого спокойно провалится земля. Как выглядят звездные врата? Ну, вот эту вот горловину в центре можете заполнить любыми штуками. Посмотрите на эти странные документальные кадры. Жителям Рио-де-Жанейро удалось снять уникальный пролет НЛО. Светящиеся шары выстроились в ряд в ночном небе. Возглавлял флотилию самый большой мигающий красный объект. Некоторое время мерцающие огни висели в ожидании. Потом главный шар на мгновение пропал, затем ударил по невидимой мишени. Все взорвалось огненными сполохами и рассыпалось странным фейерверком. Эксперты полагают, что камера наблюдения за японским вулканом Сакураджима запечатлела такой же процесс. Съемка сделана при дневном свете. Видно, как из жерла вулкана вылетают светящиеся круглые НЛО. Их действия скоординированы. Объекты маневрируют, встречая врага. Потом начинается слаженная бомбардировка. Вот светящиеся крест в небе Украины еще до войны. Такой же, как в Тунгусске. Более того, вот записи с видеорегистратора, где видно, что и Челябинский метеорит атакован точно таким же огненным шаром. Официальная версия заключается в том, что это все-таки действительно был метеорит. И сегодня ученые вроде бы даже исследуют его осколки. Однако есть и неофициальная версия, согласно которой речь идет о применении средств противоракетной обороны. Американцы попробовали нас проверить на прочность, запустив космическую цель в тестовом режиме, но мы ее сбили. Версия имеет право на жизнь, потому что многие видели огненный шар, летящий на встречу таинственному предмету. Но! Есть одно но. Специалисты утверждают, что ни одна ракета пока еще не способна двигаться с такой запредельной скоростью. В процессе своих исследований мне удалось найти очень много десятки видеозаписей, где отчетливо видно, как происходит уничтожение этого объекта, появление его в небе, движение терминатора, столкновение колоссальной мощности взрыв. Из этих фактов Валерий Уваров делает сенсационный вывод. Он считает, что в разных частях планеты работает некая установка, которая уничтожает некоторые летящие в землю метеориты с помощью огненных шаров. Эти шары вылетают из железных шахт, которые давно ушли под землю. И от них могут оставаться следы наподобие ямальской дыры. Это, скорее всего, ствол. Это ствол, через который выводился объект для уничтожения метеорита или астероида небольшого, который нес опасные бактерии. Вот это очень сильно похоже. Устройство автоматическое, явно связанное с высокими технологиями. Только ее построили не люди. Это техногенное воздействие, что это участие каких-то очень высокоразвитых разумных сил, потому что мы этого делать не умеем. Эта версия, конечно, из разряда фантастики. Только в нее укладываются абсолютно все факты и нестыковки. Более того, странные, идеально ровные, круглые шахты есть не только на Земле. Мало кто подозревает, что американское аэрокосмическое агентство НАСА давно ведет счет таким отверстиям. На Луне известно более двухсот. Диаметр самого маленького пять метров, самого крупного девятьсот. А самое гигантское отверстие недавно было обнаружено на Сатурне. В последнее время очень интересное открытие сделал аппарат Кассини, который увидел на Сатурне такое странное образование гексаган, тот шестигранник. это огромный вихрь, в центр который спокойно провалится Земля. На какую глубину там тянется эта пустота, это неизвестно. И еще неизвестно, какие будут процессы, будут открыты. Природа воронки на Сатурне пока не установлена. Но лунные отверстия уже хорошо изучены. Первую дыру на Луне нашли японцы несколько лет назад. сфотографировали со своего зонда Кагуя. Геометрически идеальный туннель расположен на обратной стороне Луны в южном полушарии в море мечты. Американцы заинтересовались и направили туда свой луноход. Более четкие снимки ситуацию не прояснили. Но показали, что дыра ведет в некий гораздо более широкий тоннель или в зал. Официальные выводы гласят, что природа объектов вулканическая. Под ними лунные подземелья, так называемые лавовые трубы, а дыры в них проделывают кометы. Но зачем тогда простые вулканические дыры, считает целый отдел в НАСА. Некоторые исследователи утверждают, что они ищут там следы братьев по разуму. Не исключено, что эти отверстия ходы в их искусственное убежище, построенные когда-то очень давно. Но недавно появилась еще одна сенсационная, но при этом вполне научная версия, что круглые дыры это порталы в параллельные миры. И сквозь эту кроличью нору можно реально провалиться в другое измерение. Так считает физик-теоретик Владимир Джунушалиев из Евразийского национального университета в Казахстане. Ученый утверждает, что нашел новый подход к теории Эйнштейна Розена о существовании в космическом пространстве особых коридоров кротовых нор или горловин. Что из себя представляют горловины? Это если мы представим себе два пространства каких-то в одного вырежем дырку, в другом вырежем дырку и эти две дырки соединим цилиндром, то вот это вот на пальцах можно сказать, что это и есть горловины. Вот с этих мифических горловин, как свидетельствует история 20 века и берут начало первые научные доказательства того, что путешествия во времени не только возможны, но и необходимы. И что из одной точки Вселенной в другую можно действительно переноситься мгновенно. Более того, наша Вселенная не одна на белом свете. Бесконечное количество Вселенных каждое мгновение несется по коридорам искривленного пространства и времени, наступая на пятки и обгоняя друг друга. И все это оказалось возможным благодаря уравнениям величайшего физика Эйнштейна и математика Розена. Это они математически, не отходя от доски, на испачканных мелом пальцах доказали, любая космическая фантазия возможна. И вот теперь выясняется, что физик Джану Шалиев из Казахстана пошел еще дальше Эйнштейна. Он первым взялся доказать, что кротовые норы могут прятаться не только в ткани космоса, но и внутри обычных звезд и даже планет. Физическое понятие горловина, Бурмхолл, известно давно. То есть я говорю, наверное, примерно со времен Эйнштейна, то есть это порядка сто лет тому назад. И почему люди ранее не рассматривали горловины, заполненные материи, которая бы выглядела со стороны как звезда, мне, честно говоря, не понятно. То есть это довольно-таки на поверхности лежит, и поэтому ну почему мы оказались первыми, я удивляюсь. Такие коридоры соединяют уже не две пустые точки космоса, как считалось ранее, а центры двух массивных тел, удаленных друг от друга. То есть две звезды или планеты. Неважно из какой материи они состоят. Ну вот эту вот горловину в центре можете заполнить любое вещество плазмой, твёрдым телом, газом, всё что угодно. Только нужно единственное, что решить соответствующее уравнение Эйнштейна, где будет в правой части тензор энергии импульса, который описывает данную материю. Газ это или плазма, или твёрдое тело. Если такие решения существуют, то да, такая конструкция может существовать. Неужели это инопланетяне пользуются нашей Землёй как звёздными вратами для быстрого перемещения в отдалённой области Вселенной? Знают, как нырнуть внутрь и как вынырнуть, используя специальные порталы. И иногда оставляют за собой вот такие кротовые норы. перемещаемые объекты при этом вполне могут быть огромными. Физики давно свидетельствуют, что это возможно. Вот в каждой галактике есть, собственно, сверхмассивная чёрная дыра. По теории Эйнштейна чёрная дыра может быть и машиной времени с помощью так называемого моста Эйнштейна Розена. Это есть как раз, как люди говорят, портал, или вот они назвали, физики назвали мостом из одной Вселенной в другую. В России, например, такие порталы или норы планируются найти с помощью уникального радиотелескопа Радиоастрон, который хотят запустить в ближайшее время. Аппарат будет призван подтвердить гипотезу о том, что на заре своего существования наша Вселенная была вся изрыта кротовыми норами и найти в Солнечной системе и в самих планетах. Любая планета, которая имеет достаточно большую массу, влияет на поле и пространство времени, искривляя это поле, создавая так называемые хронокоридоры. И все, что касается хроноям и хронокоридоров, это явление, присущее любой крупной планете, тем более, если у этой планеты достаточно большая масса. Говоря о Луне, убежден, что и там это в полной мере есть. Неужели братья по разуму точно существуют? Но если это так, когда мы их найдем? где живут разумные облака? В них есть все необходимые ингредиенты для образования жизни. И сколько в нашей галактике обитаемых миров? Нескольких десятков миллиардов звезд. 20 лет назад, когда ученые обнаружили первую экзопланету, было принято считать, что она единственная. И нашу Землю по-прежнему называли уникальной. Сегодня понятно, что это не так. В этом году аспирант Калифорнийского университета Беркли Эрик Петигура совершил невероятное открытие. Оказалось, что у 22 процентов звезд, подобных Солнцу, есть как минимум одна планета с такими же условиями жизни, как на Земле. Выходит, что Земля всего лишь одна из 11 миллиардов таких же обитаемых миров. Российские астрономы склонны с этим согласиться. С учетом общего количества звезд в нашей галактике, которая по разным оценкам составляет от 50 до 100 миллиардов. Следует, что примерно у нескольких десятков миллиардов звезд нашей галактики могут быть планетные системы, которые находятся в зонах обитания. Зоны обитания это просто благоприятные расстояния, на которых возможно существование воды в жидком в жидкой форме. И поэтому мы можем говорить о возможности существования земной формы жизни. Какой же самый подходящий близнец нашей голубой планеты? Он уже найден. Это Кеплер 62. Звездная система с пятью планетами, которая включает две супер земли. Ученые предполагают, что там царит рай и есть все необходимое для жизни. Скалистый ландшафт, тропический климат, а теплые воды океанов умывают острова. И таких планет, судя по всему, миллиарды. Но астрономам в этом году явно везло на сенсации. Они выяснили, что обитаемой планете вовсе не нужно молодое солнце, чтобы на ней зародилась жизнь. Жизнь может существовать и в системе красных карликов. Красный карлик это тоже звезда, но не такая горячая, как солнце, потому что у красных карликов температура может быть порядка трех-четырех тысяч градусов, а у солнца на поверхности шесть тысяч градусов. Но как такое возможно? Ведь карлики по размерам меньше нашей Луны. Они даже не видны невооруженным глазом. Если бы их можно было увидеть, то наше небо выглядело бы вот так. Красных карликов в три раза больше, чем желтых звезд. Выходит, чтобы планета красного карлика была обитаемой, ей надо быть ближе к нему. Если там есть какая-то планетная система, то зона обитания в этой планетной системе будет расположена ближе к этой звезде. если например в Солнечной системе расположена на расстояниях примерно от 0,5 до 1,5 астрономических единиц, на одной астрономической единице, то там зона обитания может быть на расстояниях всего нескольких десятых астрономической единицы. То есть достаточно близко к такой звезде. Когда ученые начали считать, выяснилось невероятное. Оказалось, что таких планет только в нашей родной галактике Млечный Путь около 20 миллиардов. Но и это еще не все. Когда ученые продолжили свои расчеты, выяснилось, что на сегодня мы имеем 33 миллиарда планет, на которых теоретически возможна жизнь. Вы только вдумайтесь, на каждого жителя Земли, богатого и бедного, молодого и старого, умного и не очень, на каждого из нас сегодня приходится по 5 обитаемых планет. И это еще не все потрясения, которые произошли в научном мире в этом году, потому что оказывается, жизнь может существовать не только на экзопланетах, но и на экзолунах, то есть на спутниках других планет. Экзолуны находятся в системах космических гигантов, вроде нашего Юпитера, и крупнейшие из таких лун похожи как раз на нашу Землю. Если такая луна находится близко к планете гиганту, то при обращении вокруг этой планеты ее тело подвергается постоянным деформациям, и происходит разогрев недр этой луны, и поэтому благоприятные условия у экзолун, они создаются как бы в недрах. Можно привести конкретный пример, это энцелад, спутник Сатурна, который находится на расстояние всего трех радиусов Сатурна, и просто космический аппарат Кассини получил снимки, детальные снимки, которые показывают, что у энцелада есть внутренний водный океан. На экзолуне можно наблюдать самые фантастические картины, потому что в небе вместо Солнца висит огромная планета с кольцами. Это вчера мир обитаемых экзолун был миром научной фантастики. Скоро он станет реальностью. Ученые обещают обнаружить жизнь на экзолунах через год или два. И что тогда? Какой мы можем увидеть внеземную жизнь? В январе этого года на заседании Королевского астрономического общества в Лондоне доктор Пол Риммер и профессор физики Крейг Старк сделали сенсационное заявление. Они представили свое исследование где обосновали что старейшей формой разумной жизни во вселенной и в солнечной системе в частности является не биологическая форма жизни а облачная. Лично я заинтересован в атмосферах этих планет. Мне важен химический состав этих атмосфер. Могут ли там возникать молнии и главное может ли жизнь существовать или быть сформирована в них. Изначально я заинтересовался атмосферами экзопланет потому что я хотел найти ответы на большие вопросы такие как появилась жизнь или может ли жизнь появиться в этих чужих мирах. Исследования опубликованные также в международном журнале астробиологии содержат сенсационные выводы. Оказывается образование облаков на других планетах происходит по тем же законам что и на земле. Но их состав более разнообразен. Разница в том что там облака состоят не из водяных капель они состоят из более экзотических веществ таких как магнезиум силикат или силикат диоксид. Это куда более необычные материалы. В них есть все необходимые ингредиенты для образования жизни. Проблема в том откуда взять энергию чтобы это произошло. Ученые долго размышляли над этой проблемой пока сама природа не подсказала им ответ. Однажды в дождливую погоду в окнах обсерватории сверкнула молния. Небесное электричество вот что может дать необходимую энергию. Тогда в облаках образуются заряженные газы то есть плазма. Частицы пыли прилипают к плазме а плазма в свою очередь заряжает пыль. И когда она достигает поверхности земли у нее достаточной энергии для того чтобы когда она врезается в поверхность участвовать в очень особенных химических реакциях. Они могут привести к образованию определенных молекул которые предшествовали жизни. Аминокислоты могли образоваться на поверхности частиц пыли такие как глицин. Эти аминокислоты являются базовыми кирпичиками жизни. заряженные частицы облаков по мнению ученых могут образовывать такие же устойчивые связи как и нейроны в человеческом мозге. Поэтому облачная форма жизни может оказаться не только более живучей но и более умной по сравнению с гуманоидами. Можно убедиться в этом через косвенный анализ. Например если видно очень много молекулярного кислорода тогда можно предположить существование жизни потому что это среда где есть электростатические процессы и тогда можно сделать статистический вывод о том что же на самом деле там есть. Но фактические измерения можно будет проводить только тогда когда у нас будет космический корабль который сможет прилететь туда и физически проанализировать атмосферу. Так что произойдет это не в ближайшем будущем. По мнению доктора Пола Риммера биологическая форма жизни сравнительно молода и не достигла уровня необходимого для полноценного информационного обмена. Именно поэтому до сих пор не обнаружены инопланетные цивилизации в том виде в котором мы привыкли себе представлять. Частицы пыли в облаках обеспечивают жизни или пребиотическим соединением безопасное место где они могут расти. Убежище где они защищены от различных внешних угроз таких как ультрафиолетовые фотоны которые могут повредить жизни или предотвратить ее развитие. Солярис или разумные облака. Это только на первый взгляд кажется что все это красивая выдумка великого писателя и философа Станислава Лема. По мнению же современных ученых как раз именно такая форма разумной жизни в виде облаков по всем показателям гораздо удобнее и лучше чем человек. с нашими проблемами боязни то жары то холода то зубной болью. А уж о межпланетных перемещениях если что и говорить не приходится. Например разумное облако в случае не дай бог проблем на своей планете просто сядет на пролетающий метеорит и рано или поздно выпадет в виде красного дождя над каким-нибудь райским местечком соседней галактики. А мы-то останемся. Не только метеориты но и кометы являются разносчиками жизни по необъятным просторам вселенной. И что они в себе несут пока не знает никто. Мы часто слышим о том что кометы это огромные грязные льдышки убийцы которые однажды уничтожат нашу цивилизацию. Но уже в ноябре когда европейский зонд Розетта высадится на комету Чурюмова Герасименко эта опасность перестанет быть смертельной для землян. Западная пресса уже сравнила миссию Розетты с миссией космического аппарата во всемирно известном блокбастере Армагеддон. Действительно если посадка пройдет успешно то опасные кометы можно будет расколоть ядерным взрывом как поступил герой Брюса Уиллиса. Отметим что для того чтобы выследить комету Чурюмова Герасименко зонду Розетта пришлось покрыть расстояние от Земли до Солнца пять раз пройдя при этом сквозь пояс астероида и он успешно справился с задачей. Но что если эти небесные тела вовсе не угроза для нашей планеты а инкубаторы для инопланетных организмов? сенсация как неживая материя становится живой при облучении протонами высоких энергий как часто на Землю высаживается внеземной десант я провел анализ частиц и результаты меня потрясли жители индийского города Черганасары в штате Керала в тот день охватила паника белые одежды прохожих внезапно покрылись зловещими красными пятнами небеса стали багровыми с неба палил настоящий кровавый дождь религиозные индусы заверещали о гневе богов это странное событие вызвало тревогу у местных жителей и о нем сообщили в новостях на форме учеников были красноватые пятна сообщали также что где-то деревья начали сбрасывать листву я заинтересовался что же представляет из себя красный дождь краситель настолько мощный что окрасил одежду возможно что он ядовит астробиолог Готфри Луис не разделялся и верного ужаса индийской бедноты он захотел разобраться в сути этого необычного природного явления ученый собрал все сообщения из прессы поехал на место и взял пробы дождевой воды его внимание привлекла странная деталь очевидцы утверждали что перед красным дождем прогремел необычайный страшный гром мой коллега доктор сан сикумар предположил что это мог быть сверхзвуковой хлопок который обычно сопровождает полеты самолетов такой хлопок происходит при преодолении самолетом сверхзвукового барьера при этом высвобождается колоссальное количество энергии и получается звук похожий на взрыв но точно такой же звук могло вызвать и вхождение метеорита в плотные слои атмосферы нельзя говорить однозначно что версия доктора кумара правильная но шум который разбудил местных жителей нельзя сбрасывать со счетов возможно это был метеор который вошел в атмосферу и окрасил дождь в красный цвет Готфри Луис ознакомился с историей вопроса и выяснилось что кровавые дожди уже выпадали на планете древнегреческий историк Плутарх был свидетелем кровавых дождей после сражений с германцами по его версии испарявшаяся кровь убитых людей являлась причиной окрашивания дождя в зловещий цвет в 582 году наблюдали кровавый дождь и жители Парижа очевидцы вспоминали что многие люди сбрасывали с себя одежду боясь что она испачкана кровью похожий феномен был зафиксирован в Голландии в 1571 году но что показал анализ дождевой воды первичный анализ дождя показал что вода была чистой но содержала красные частицы которые через некоторое время оседали как пыль или песок я исключаю техногенный характер явления но это никак не объясняет странные громовые раскаты которые слышали местные жители все это говорило в пользу версии с метеоритом который нес некоторые частицы они окрасили воду в облаках но это означало что красный дождь это раствор инопланетного вещества астробиолог скорее затеял более тщательный анализ чем были красные частицы окисью железа или внеземными бактериями все это в любом случае было весьма пугающим если космический камень нес частицы чужеродной жизни как поведет она себя в нашей биосфере во что превратиться или переродиться опасно ли это сторонники теории панспермии которая утверждает что жизнь попала на землю в результате падения метеорита никак не могли доказать эту теорию мои анализы явно говорили о том что красный дождь выпавший в керале содержит эти доказательства для этого нам нужно было определить тип этих клеток я провел анализ частиц окрасивших дождь под микроскопом и результаты меня потрясли ясно что это не пыль а биологические клетки которые имеют четкую биологическую структуру доктор Готфри Луис решил начать с ДНК теста красных частиц если клетки принадлежат организму то обязательно содержит ДНК из которых можно узнать всю информацию о нем когда ученый завершил первичный анализ на ДНК он был глубоко разочарован и испуган одновременно к нашему удивлению мы обнаружили что в красных клетках нет ДНК а если нет ДНК значит нет жизни по крайней мере в том виде в котором она нам известна это странно для земных организмов ведь каждая клетка воспроизводится при помощи ДНК но если в клетках нет ДНК значит они не живые или существует другая форма жизни которая обходится без ДНК о которой мы не имеем представления ученые продолжали исследования и отметили интересную особенность очень необычно то что клетки имеют несколько стенок по 3-4 стенки которые окружают содержимое клетки но само содержимое по-прежнему остается загадкой по мнению профессора Луиса тройная защита клетки необходима только в одном случае гарантированно выжить в самых неблагоприятных условиях то есть микроскопический красный десант будто целенаправленно готовился к межзвездному путешествию но что это за клетки зачатки инопланетных растений грибов животных гуманоидов это очень прочные клетки их очень сложно разрушить и я думаю что это стало основной проблемой при обнаружении ДНК очень трудно получить содержимое клетки я отослал анализы микробиологам они предположили что эти споры могут быть спорами лишайника сам лишайник белый но споры у него красные больше ничего из этих образцов красного дождя выяснить не удалось но спустя пять лет кровавый ливень случился вновь Готфри Луис снова собрал его образцы и провел тесты и тогда в его расследовании случился прорыв красные клетки были идентичны тем первым однако новые исследования показали что внутри все-таки содержится ДНК кровавый дождь Кералы содержит тот же код что и все другие формы жизни на земле но две аномалии до сих пор не получили объяснения во-первых споры весьма живучи они в отличие от остальных известных форм жизни способны размножаться при температуре 121 градус по цельсию второе это количество спор общий вес которых составил около 50 тонн конечно могли произойти события земного свойства которые подняли их в воздух а потом опустили нам неизвестно имел ли место такой факт основной вопрос откуда появилось такое огромное количество клеток вряд ли с деревьев на них находится незначительное количество лишайника как в воздухе могло оказаться 50 тонн спор лишайника доказывает ли странная структура экстремальные способности к выживанию внеземное происхождение этих клеток теперь мы можем сказать что космос это большая пробирка где постоянно происходит искусственное оплодотворение остается загадкой как клеткам удалось выжить при температуре больше 120 градусов и преодолеть губительное космическое излучение могут ли живые существа путешествовать с планеты на планету оставляя семена жизни в самых отдаленных уголках космоса возможно ответ на этот вопрос сегодня в руках наших российских ученых недавно завершилась серия уникальных экспериментов на базе объединенного института ядерных исследований в подмосковной дубне ученые изучали механизм зарождения жизни во вселенной для этого они брали образцы метеоритов и облучали их сильнейшим ионизирующим излучением результаты экспериментов оказались поразительны потому что ученые получили набор строительных материалов для создания живой клетки а значит разумной жизни не страшны ни транскосмические перелеты ни ледяной холод вселенной и значит мы во вселенной точно не одиноки это четко показано в комбинации с некоторыми видами метеоритного вещества при облучении протонами высоких энергий формируются сложные химические соединения составляющие основу жизни какие соединения оказалось что формируются все виды оснований входящие в состав ДНК и РНК синтезируются многие аминокислоты выходит что зародыши жизни например аминокислоты способны сохраняться даже в телах падающих на землю с невероятной скоростью такие астероиды служат инкубатором для живых организмов астроном Владимир Бусарев как и многие другие его коллеги считает что это и стало причиной появления жизни на земле жизнь могла возникнуть в недрах вот этих астероидных тел в начале при водных во внутренних водных океанах вот а потом были доставлены на большие планеты например земной группы Землю Венеру Марс вода снова оказывается непременным условием для зарождения жизни но до сих пор мы не знаем всех ее тайн сумрачные глубины мирового океана дарят нам все новые загадки массивное подводное сооружение недавно обнаружили на снимках подводного рельефа у берегов Калифорния структура более двух километров в длину и четырех в ширину имеет вход между опорными столбами исследователи НЛО уже заявили что это вход в подводную базу летающих тарелок над этим местом они буквально киша но что это такое на самом деле американский геолог Дэвид Шварц считает что скорее всего структура возникла в ходе землетрясений и является частью южно-калифорний ского разлома власти же пока никак не комментируют находку на протяжении многих лет в этом районе фиксировались многочисленные наблюдения летающих тарелок которые входили в воду на большой скорости это и породило слухи о том что в Калифорнии находится одна из подводных баз НЛО и она далеко не единственная на земле значит такая же база в озере Байкал мы уже поднимали этот вопрос боже мой там и глубины достаточно там никто вообще не найдет так сказать так вот теперь я хочу вам сказать что это море дьявола это примерно на той же широте где и вот Бермудский треугольник ну это у берегов Японии там так называемое море дьявола где происходит то же самое Бермудский треугольник пожалуй самое грозное и таинственное место на нашей планете здесь пропадают корабли здесь отказывают приборы и самолет избивается с курса здесь теряют рассудок команды целых судов а сигнал отправленный из этого района может десятилетиями блуждать по просторам эфира самым удивительным случаем за всю историю наблюдений считается исчезновение пяти американских бомбардировщиков Avenger 5 декабря 1945 года группа самолетов взлетела с базы военно-морских сил США и назад уже не вернулась не найдены были и их обломки эскадрилья включавшая 14 опытных пилотов по таинственным причинам исчезла во время обычного полета в ясную погоду над спокойным дурная слава все-таки вот за этим треугольником это огромные площади десятки сотни тысячи миль даже квадратных в этом треугольнике в Пермудский треугольник вписывается Саргасово море таинственная область где нашли смерть тысячи судов мистическое приключение пережила там команда российской яхты Скорпиус 10-го числа 10-го июля мы вышли на север курсом 0 на Бермудские острова вот вышли мы 10-го а вот 13-го в пятницу оказались в том месте недалеко от Гамильтона примерно сутки 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 гром а вода просто кипела вокруг Сергей бывалый моряк но такого еще не переживал сначала команда думала что это просто гроза но потом началось нечто невероятное люди увидели горизонтальные светящиеся объекты которые летали и исчезали за горизонтом появлялись такие светящиеся можно назвать их шары небольшого размера таким флоресирующим светом сияли они откуда в океане летающие тарелки это было действительно невероятная вещь как выглядят инопланетяне по мнению ученых у нас 4 конечности 2 руки и 2 ноги у них может быть 6 или 8 светящиеся огни на время остановились а потом исчезли команда попыталась запечатлеть эти огни на фотокамеру но снимки получались смазанными и на следующий день моряки поняли что это было только начало из-за непогоды стали выходить из строя сразу все новейшие навигационные приборы которыми была оборудована яхта не помог и автопилот единственное на что мы могли ориентироваться это глонасс который у нас стоял в рубке и антенна глонасса была такая небольшая не вынесенная наверх поэтому здесь внутри корпуса не было такого напряжения как снаружи а затем ужасу экипажа в море за бортом начали появляться тонкие зеленые нити саргасовы водоросли их становилось все больше мореплавателям давно известна эта территория моря покрытая плотным ковром водорослей которые держатся на воде благодаря пузырькам похожим на виноградин море и получило свое название в их честь саргас в переводе с португальского виноград водоросли постепенно отмирают и гниют выделяя газ метан попасть сюда значит обречь корабль на неминуемую гибель и вот представьте себе что снаружи то есть на поверхности в атмосфере резко снижается атмосферное давление это все равно как если бы вы открыли бутылку с шампанским давление падает резко такое бывает часто почему потому что циклоны которыми богата северо-западная атлантика там часто бывают циклоны а если это совпадает циклон с подводным землетрясением то есть с моретрясением это все равно что мы не только открыли бутылку шампанским а еще и встряхнули ее на винт яхты вполне могли намотаться водоросли и яхту засосало бы в воронку как назло топливо скорпиуса таяло на глазах судно крутилось на месте однако случилось чудо резко прекратилась непогода выглянуло солнце и яхте удалось прорвать оборону зловещего треугольника вот это вот невероятное то что мы сумели сделать вот это я считаю ну вот везением или знаете ангел-хранитель там какой-то нас всех оберегал вот это было действительно невероятное вещь крымская земля тоже хранит множество тайн дайвер с 20-летним стажем Алексей Степаненко признается что давно слышит история о существовании так называемых рыболюдей живущих под водой ведь до сих пор там ну скажем так поскольку дайверы недолго находятся под водой они не могут это зафиксировать а вот рыбаки извлекают из морских пучин некие неких обитателей форма которых является загадкой для нас недавно Алексей и его коллеги столкнулись с такой загадкой нос к носу группа дайверов под его руководством совершала погружение в крыму в районе голубой бухты дайверы отдавали дань памяти возлагая цветы на дно к затонувшему минному тральщику который подорвался в 1942 году с ним тоже связана странная история что когда он был подбит выполняя свои функции он был подбит но нашли и спасли не весь экипаж сейчас конечно от него уже к сожалению осталось очень мало элементов корпуса что стало с экипажем до сих пор остается тайной но при погружении в район затонувшего тральщика несколько человек из группы Сергея заметили странное свечение проплывающего мимо существа это было похоже одновременно и на человека и на рыбу и на призрака какие тут организмы все таки есть нечто такое что при определенном попадании света оказывает или фосфорицирующее свечение да но кем могут быть эти загадочные создания чемпионка мира по фридайвингу Юлия Петрик сообщает еще об одном странном случае который произошел с ней однажды на Канарских островах я первый раз ныряла в пещерах в таких больших гротах где очень красиво льется свет ты ныряешь куда-то в темноту а потом выныриваешь к свету это все очень красиво и вот я увидела четко совершенно вот эту скала и очертания между двумя скалами очертания русалки я так долго на нее смотрела ну вот абсолютно реально когда я вынырнула у меня наверное совершенно были сумасшедшие глаза потому что все подплыли ко мне что там что было я тут же подышала нырнула снова но я больше ее не видела кто населяет подводные просторы нашей планеты неизвестные науки животные цивилизация более древняя чем человеческая или глубины океана облюбовали иные формы существования какие-нибудь разумные водоросли кто они вообще иные миры большинство ученых которые рискуют рассуждать на эту тему считают что инопланетяне если они конечно существуют как ни странно будут похожи на нас птицы будут выглядеть как птицы рыбы как рыбы вне зависимости от того на какой планете плещется ее океан а других форм жизни мы своими глазами и ушами просто не в состоянии увидеть или услышать более того возможно эти иные цивилизации живут рядом с нами но мы об этом даже не догадываемся вот лежит на дороге например камень а он возможно представитель высокоразвитой силиконовой цивилизации и нас в свою очередь даже простите за обыкновенную грязь не считают внешняя среда она оказывает такое ну формообразующее что ли влияние на многие процессы живых систем ну а специфик условий которые там существуют на конкретной планете конечно будет оказывать влияние на дальнейшее развитие таких более сложных организмов может быть даже самые причудливые формы будет приобретать например на планетах которые вращаются вокруг красных карликов по предположению ученых организмы могут иметь красный оттенок чтобы получать максимум энергии от тусклого красного света но они все равно устроены как земные ведь форма определяется едиными законами физики и биомеханики настоящие инопланетяне могут быть крошечными или гигантскими вполне возможно у них не будет такого развитого мозга как у людей у нас четыре конечности две руки и две ноги у них может быть шесть или восемь главу всемирной программы по поиску внеземного разума сети господина Шостака также поддержал Дункан Форган из шотландского университета Эдинбурга он подсчитал количество обитаемых миров в Млечном Пути с помощью специальной программы по его подсчетам в самом худшем случае наша цивилизация может быть 37965 разумной в нашей галактике а в лучшем 361 почему же они до сих пор не нашли нас и не общаются с нами это вопрос из области философии возможно что и нашли поэтому и не общаются это было это было Продолжение следует... 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 Продолжение следует...